здравствуйте друзья сейчас я иду к своим знакомым и мы вместе с ними едем по нашим общим делам сначала мы заедем по их делам им нужно поехать в центр так и хочется сказать передержки когда люди приезжают из-за границы их на две недели изолируют чтобы они прошли как бы вот этот период двухнедельный потом сдают тесты и если все в порядке их как бы отпускают домой приехали друзья из дубая их поместили в этот центр на две недели и нужно передать кое-какие вещи и сим-карты для них чтобы можно было пользоваться связью центр в принципе как зона закрытая но передавать какие-то необходимые вещи которых там нет можно разрешено а я как раз под пути еду к своим родителям на могилке у нас ташкенте эта зона называется ортосарай район как бы ортосарай а это зона где как бы люди после прибытия содержатся из других государств стран называется полигон ортосарайский военный и сейчас сделали как карантинную зону там если удастся что-то снять интересное так как там не разрешают делать видеосъемки я вам конечно сегодня выложу поэтому надеюсь еще увидимся если по партизански получится снять я сниму говорят там охрана и на удачу буду надеяться чтобы показать как там сделано все я не прощаюсь продолжение увидите дальше пока отключаюсь центральной дороги мы повернули налево и нам надо теперь проехать 11 километров как нам сказали в сторону военного полигона а где сейчас находится именно карантинная зона сейчас мы вот проезжаем эти места где у нас посажены яблоневые деревья сады в узбекистане очень много производится выращивают яблоко производства есть соков и еще как мне сказали очень много соков экспортируется за границу в частности закупает китай потом китайцы делают концентрат из этих соков и уже перепродают в другие страны и нам тоже перепродают этот концентрат ну такой вот круговорот едем сторону гор кажется прям рукой подать ним несколько метров километров и ты уже в горах можешь быть а вот это вот дамба мы так и не поняли что это за дамба то ли для воды полива чтобы это поливать сады то ли для охраны непонятно смотрели смотрели на так и не разобрались что это такое не пришли к одному мнению бараки здесь ну начато строительство какое-то и заброшено вот такое какое-то пустынное место мы конечно так как был полигон естественно это вот уже на полигоне мы на вот этой зоне карантинной стоит солдат это первый блокпост сюда подходишь говоришь по какому поводу приехал кому чего дальше там второй вот блокпост вышки стоят солдаты все вооружены там с ружьями автоматами стоят охраняют людей потому что наверное были попытки сбежать не знаю почему но по всякому что родственники могли прорываться особенно в первые дни но вообще эти люди кто сейчас там содержится очень довольны говорят мы дома так не питались как здесь пожарная машина стоит вот палатках живут в основном говорят персонал обслуживающие и военные а мы говорит живем таких вот коттеджах бараках в домиках нос условия все есть сказали там полностью единственное что некоторых вещей нету то вот раскраски для детей журналы какие-то вот мы это вот повезли пластилин для детишек краски карандаши альбомы раскраски наклейки всякие повезли ну чтобы детей было чем занять в этом немножечко хромает зона а так в принципе люди довольны но тем более они приехали из дубаев и говорят даже не ожидали что такое говорит питание и такая чистота и такой будет уход за ними просто говорит как в санатории даже круче но единственный минус что не выходишь говорит а так анализы с них взяли все все пока тесты сделали говорит чисто у них никакого коронавируса нет но просто как передержка я же говорю животных передерживают но и людей здесь теперь содержит ну короче на государство не жаловались никто хотя вот мы как свои могли бы сказать что там вот этого нет вот этого пока стояли прошли несколько автобусов и с людьми видимо самолетами приезжают и вот их сразу сюда еще с продуктами очень много машин прошли с водой прошли жидкие напитки передавать нельзя сразу отправляют назад там соки воду все все говорят нельзя проносить приносите там список есть того что есть горитой приносите а нас даже ничего не сказали говорят а это для детей пожалуйста проходите проблем никаких не было скандалов не было прошли спокойно единственное что очень долго ждали пока разрешат где-то но мы ждали наверно два с половиной часа пока там какой-то человек выйдет расскажет а у них там привезли народ и они были заняты может поэтому вот так же вот машины стоят люди там кто машине сидит спит кто-то спал стоял на улице там ну в общем все все передали по-любому сейчас мы уже вот возвращаемся назад сделали дело и прямо с души камень упал как говорят на могилке мы тоже съездили я съездила с к родителям зашла все хорошо ухоженные мы там человеку платим денежку и они короче ухаживают целый год поливают там то что мы посадили камыш выдергивают могилки чистые такие вот даже протерли хотя вот не так как бы не договаривались что приедем иногда я внезапно приезжаю чтобы посмотреть действительно ухаживают за могилками или нет оказывается ухаживают поэтому лучше отдать денежку и уже знать что действительно там то что ты посадил цветы деревья это все будет полито и допустим все что ненужное уберут то что растет на могилах ну в общем довольной поездкой а сейчас едем домой любуемся растет рожь или пшеница в узбекистане тоже конечно выращивают и пшеницу и рожь но говорят что клейковина очень низкая и поэтому как бы закупается мука в основном с казахстана в казахстане очень хорошего качества мука большая кликовинность и вкусная мука нашу беру я тоже муку черная мука нам нравится и мне нравится с нее печь оладушки и блинчики и лепешки вот все-таки как бы специализируем но уже специализируется сколько веков 4 человечество наша узбекская нация наша узбекская скажем так на вот этой муке и лучше наверное этой муки лепешки вкуснее не получается но по крайней мере мне нравятся лепешки из такой темной муки проезжаем домики здесь когда едешь с полигона небольшой немножко домики стоят видимо когда бахали бабахали и ну и конечно люди не селились а сейчас так как тихо расстроились вот даже видно что новые постройки но их очень мало вдоль дороги стоят больших поселков пока не видно ну небольшие стоят вот погода такая ясная что горы видно и как будто прям рукой подать до них такие облака небо ясное такое хорошее но все равно видите пространство и расстояние большие людей практически не видно чтобы не видно чтобы ехали на лошадях на ишаках или там на машинах редко все и видимо то что вот сады здесь стоят яблочные то тоже ну не населенная зона поэтому как бы людей мало все заградили чтобы не лазили чтобы там не животные в основном от животных а это вот у нас такие строят домишки наш банк банковские дома на 2 на две семьи один дом и два входа ну планировка в этих домах хорошая я там была в таких домах похожих но я думаю что они все одинаковые единственное что мне не понравилось очень тонкие стены перегородки и если даже в туалет пошел и пукнул то конечно все даже на улице наверное слышат это вот минус я не знаю то ли гипсокартон то ли что там зале сделано между вот чтобы перегорожены были как стены комнаты стенами то есть я не строитель не знаю но тонкие очень конечно даже постучишь какая-то пустота и поэтому как бы такую коробку надо заново перекладывать внутри кирпичом а планировка хорошая действительно ну поля там что-то убрали что-то скосили вообще я очень люблю наш ташкент и наш узбекистан была я из россии но то нет конечно там тоже красиво в россии но почему-то вот я всегда хотела жить в узбекистане и знала что буду жить в ташкенте хоть родилась ферганской долине хотела жить в ташкенте и как бы так и знала что замуж выйду именно в ташкенте так вот и получилось у меня и когда приезжают многие говорят ой да я глаза не видел этот узбекистан а я нет ну люблю и ташкент я не скажу что там прям патриот когда прям последний капли крови но люблю мне нравится и народ и вообще сам климат нравится облако такое стоит стоит и не двигается насколько вот едем даже не меняет формы я тоже заметила вот и говорим там обсуждаем это видите зеленые тополя с одной стороны стоят а с другой стороны это чинары с левой стороны справа тополя раньше вообще очень много тополей выращивали в узбекистане так как это было строительный материал в основе для постройки домов использовался полов а потом вот стали чинары клёны выращивать конечно дороги у нас хорошие благодаря нашему каримову президенту ему такая память останется что дороги у нас неплохие а это уже мы как бы въезжаем в город с левой стороны у нас артель такая такой большой огромный завод по выпуску холодильников телефонов вообще газовые плиты что только они там не выпускает прям такая огромная монополия можно сказать ну качество хорошего не скажу что совсем плохое из дешево по сравнению конечно с lg или там самсунгом но по карману и в принципе доступно а с правой стороны это у нас сейчас закрыли озеро рахат раньше там как бы зона отдыха была сейчас там что-то ремонтирует видимо строят и откроет наверно попозже машин стало больше интересно все ездят но вот наши конечно так не бибикуют как в индии в индии когда машин много все сигнализация бибик бибик это нереально даже друг друга не слышишь здесь у нас едут тихо и спокойно это вот рахатовский круг мы объезжаем кто был в ташкенте наверно помнит с левой стороны вот метро уже проходит метро у нас построили сверху такое наземное есть и внутрь но подземное метро и есть вот сейчас наземное государство строит до коронавируса очень сильное такое строительство большое шло а сейчас немножко приостановили видимо но начнут и продолжат наш водка яшнобадский район кадышевский метро практически до койлюка построили периодически вечером где-то часов в 11-12 проходит поезд они запускают проверяют как там он идет видимо какие-то проверки делают и можно слышать и видеть метро очень красиво и сделали ночью вообще горит а справа вот это заправки остановки мощным как бы так вот мы едем сейчас сторону 40 лет победы кто ташкентский наверно тоже знает этот район здесь тоже на 40 лет победы очень много домов многоэтажек построили растут они как грибы есть частное строительство многоэтажных тому как частные фирмы tender выигрывают строит есть банковские конечно дома и есть также еще даже построены при ссср дома сейчас вот мы будем проезжать слева метро идет вот а с правой стороны вы увидите высотные дома 12 этажки по проекту ленинградскому экспериментальные дома а экспериментальные они почему потому что сделаны сейсмо устойчивыми потом значит планировка у них очень хорошая и еще у них нет газовых плит у них электрические плиты установлены и у всех жильцов есть скидка 50 процентов на пользование электроэнткой вот это вот ленинградской постройки дома еще построены при сссре по городу таких домов несколько говорят что где-то домов 20 или около этого построены строительство очень много поэтому встречаются в лучшую сторону а это вот наши новые мечи и национальный банк на чурсу очень красивый и здание очень красиво и само по себе планировка красивый у него юнусабадская телевышка и аквапарк который я очень люблю